Правительство Московской области потребовало от муниципальных образований ускорить темпы установки общедомовых приборов учета потребленных ресурсов. Еще в 2009 году их необходимость прописали в законе в целях энергосбережения и энергоэффективности и дали собственникам время на установку до 2015 года. Какова ситуация в Красногорском районе? Веслий жилой фонд готов экономить не только ресурсы, но и деньги, узнавала Валентина Титова. До 2015 года общедомовые приборы учета должны быть установлены во всех многоквартирных домах. Но в настоящее время в Красногорском районе счетчиками оснащена лишь половина жилого фонда. Чтобы ускорить процесс, обязанность по установке теперь, согласно федеральному закону, ложится на поставщика энергоресурсов. А вот затраты придется возмещать собственникам жилых помещений. То есть на сегодняшний момент Краснодарская теплосеть уже провела конкурс на установку общедомовых приборов учета. И будет устанавливать за счет собственных средств на жилых домах, где этих условий учета нету на сегодняшний момент. После этого будет заключаться договор на возврат денежных средств в течение пяти лет. Собственник жилья может сразу оплатить эти деньги, а может в течение пяти лет вернуть. Стоимость счетчика зависит от диаметра труб и состояния коммуникаций. Самый дорогой – на теплоснабжение и горячую воду. Он стоит в среднем 300 тысяч рублей. Для учета потребления холодной – в разы дешевле. Затраты на установку приборов разделят на всех. Например, для жителей квартиры площадью 70 квадратных метров в этом доме стоимость установки всех счетчиков обойдется примерно в 5 тысяч рублей. Разделив сумму на пять лет, получается, что в месяц будет необходимо оплачивать менее 100 рублей. Сумма небольшая, зато прибор в дальнейшем поможет значительно сэкономить на оплате услуг. В течение года всем собственникам начисляется отопление по 1,12. Когда проходит календарный год, сравнивают показания фактические, которые набежали на узле учета, с расчетами, которые были начислены. И если есть экономия по теплу, то экономия по теплу возвращается жителям. То есть происходит перерасчет фактический, а в том случае, если прибор учета не установлен, то жители оплачивают норматив. По словам представителей управляющей компании, в некоторых жилых домах, где счетчики уже установлены, после перерасчета сумма возвращенных денежных средств составляет от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч на одну квартиру. Показатели зависят, например, от метража квартиры и от погодных условий. Если теплая зима и не потребовалось большого количества тепловой энергии, то возникает как раз та самая экономия. И в конце есть возможность откорректировать, то есть это происходит совместно управляющей компанией, совместно с теплоснабжающей организацией, происходит коррекция и жителям эти средства возвращаются. Уже из опыта берем, есть дома, где по нулям есть дома, где возврат 200-300 рублей, а бывают дома, где возвраты полторы и две тысячи и три на квартиру по результатам отопительного сезона. С июля этого года жителям многоквартирных домов приходится платить и за электроэнергию, потраченную на общедомовые нужды. Впрочем, по словам представителей управляющей компании, в сочетании с индивидуальными общедомовые приборы учета повышают прозрачность взаимоотношений между поставщиками и потребителями ресурсов и защищают жителей от возможных переплат. Валентина Титова, Евгений Волков, Марьяна Быстрова, КРТВ